все готово всем привет 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 мы сейчас еще спицы мы с вами сегодня практически заканчиваем вязать нашу юбку потому что остались вот ну последние штрихи сегодня мы с вами начнем вязать пояс я покажу как связать полую резинку аккуратно не знаю сможем ли мы сегодня закрыть петельки или нет посмотрим может быть мы это сделаем уже на следующей неделе потому что я уже показывала как это делать и думаю вы разберетесь под предыдущим видео но в целом может сегодня покажу посмотрим нам самое главное разобраться как правильно красиво выполнить оформить этот наш пояс чтобы он выглядел аккуратно естественно да это самое главное чтоб туда еще и резиночку можно было вставить пояс мы с вами будем вязать по кругу так удобнее чтобы не было у нас там шва чтобы мы ничего уже не зашивали потому что юбку сшить очень удобно а там пояс он двойной и может быть будут какие-то заминки в общем советую вязать по кругу если у вас нет круговых спиц только прямые предположим в этом юбку только прямыми спицами вязали тогда без проблем тогда продолжайте вязать как и юбку ваш пояс поворотными рядами ну вот я постараюсь показать сегодня как это делать по кругу я взяла свои два старых образца буду показывать на них чтобы было побольше петелек чтобы я смогла это все сомкнуть в круг сейчас буду показывать ну вот смотрите я взяла одну половинку и вторую половинку нашего образца вполне может быть что у вас и две половинки юбки вполне может быть то есть мы это все надеваем на одни спицы вот вы закончили вязать свою юбку у вас уже там полностью все ряды провязаны и нужно только доделать пояс верхушечку вот сейчас покажу переверну камеру начнем вязать и я еще хочу дописать план вязания с вами потому что мы его начали писать я сказала мы его допишем мы вот так и не дописали что полностью у нас вся юбка была с планом вязания для чего это делаете для того чтобы вы когда следующий раз захотите связать какое-то новое изделие или юбку или что-то по ну по такому же типу с зигзагами там может быть синтарсия чтобы вы сразу сделали все 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 расчеты вам не обязательно делать расчеты и кусочек вязать делать расчеты и кусочек вязать вы можете сразу сделать все расчеты всей юбки мы будем говорить про юбку так обычно делаю я просто здесь в интенсиве вам все дозировано даю вот и сразу запишите план вязания и по нему будете взять уже полностью всю юбку вот сегодня мы этот план вязания допишем чтобы не было уже никаких вопросов и обязательно на отдельном листочке где-то может быть у себя в каком-то блокнотике специальном этот план вязания вы спокойненько себе запишите и будете по нему работать это в будущем да я тебя смотрела по ютубу связала большой плед здорово давайте задавайте свои вопросы на каком бы там этапе где вы вяжете хватает вам времени или нет расскажите все ваши впечатления потому что у нас сегодня четверг и у нас заканчивается вторая неделя интенсива это вот конкретно прямые эфиры впереди у нас впереди у нас еще одна неделя интенсива еще четыре прямых эфира и еще будут три дня дополнительных до воскресенья когда вы сможете закончить закончить то делать свою юбку довязать вот ну а мы сегодня завершаем нашу неделю эфирную так что жду ваши впечатления давайте буду переворачивать камеру сначала все допишем расскажу где куда что и продолжим вязать самое важное разобраться как это все будет вязаться так сейчас я тут эти моточки уберу потому что они будут мешать и допишем план вязание мне тут нужен будет фломастер коричневый зелененький еще один коричневый так все переворачиваю камеры начинаем работаем осталось совсем чуть-чуть у нас последние штрихи давай переворачивайся вот готово жду ваши впечатления хватает ли вам трех недель успеете ли вы все связать у меня тут таки лежат мои нитки на юбку я до сих и что денюсь к вам не буду двоечницей такой как сейчас потому что сейчас я совсем еще ничего не вязала сделать план вязания это гениально было бы прекрасно мне очень нравится процесс и за других цветах вот сейчас мы этот план допишем потому что я поняла что мы его бросили писать совершенно неправильно я в как-то про него забыла потому что я сама не вижу юбку нашу пока мне даже еще книжка для фотографий лежит ну вот смотрите план вязания помним да мы начинали сколько петелек набрать резинку написали вот здесь кстати я отмечу в скобочках плюс 1 петелька для резинки потому что четное должно быть число это я тоже для себя запишу мне еще предстоит вязать эту юбку то есть всего 128 петелек резин али когда мы начинаем вязать зигзаги тут мы отнимаем вот эту одну добавленную петельку чтобы у нас получилось 127 петель резинку мы связали дальше у нас идут зигзаги помним у нас вытачки у меня 8 рядов они так и получились я могу здесь в этих вытачках 8 рядов свои отметить вот так и у меня были убавки то есть я буду вязать вот так по стрелочке снизу вверх мне нужно провязать 8 рядов у меня были там убавки вытачки в каждом втором ряду лицевом я вот начала здесь убавлять поставлю точку потом здесь здесь и здесь но если отмечать ряды то у нас получается это первый ряд это второй ряд это третий это четвертый это пятый шестой седьмой и восьмой и вот там где точки это наши вытачки вот я прям запишу . это убавки в вытачках вот мы продолжим с вами вязать нашу юбку вот вытачки мы связали и дальше пятый пункт у нас это будет пояс вот который мы сейчас начнем вязать и сколько у нас про я делала вместе с вами ну здесь информация во вторых еще здесь проверим вот пояс у меня 4 сантиметра 8 рядочков и тут тоже 8 рядочков я тоже могу записать что у меня пояс 8 рядов и точно так же могу записать клеточки помните да мои любимые клеточки один рядок провязала я буду в клеточках это отмечать вот так записали мы полностью весь план вязания но больше нам здесь делать ничего не нужно потом мы прячем кончики делаем влажно тепловую работку обработку потом сшиваем и еще раз прячем кончики обрабатываем паром нашу юбку но об этом я чуть дальше расскажу вот самое главное нам сейчас связать пояс у вас либо две детальки кто вяжет двумя детальками либо 1 вот такая сплошная вы у вас это все естественно на спицах мы ищем начало ряда вот у меня начало ряда тут все соблюдо это как-то смыкать в круг чтоб тоже было удобно мне вязать буду вязать наверно magic club а вот так пока начну и смотрите у нас дальше идет лицевой ряд это первый ряд нашего пояса вот я так для себя отмечаю и в первом ряду нашего пояса нам нужно добавить такое же количество петель сколько у нас уже не пицца для того чтобы связать полую резинку нам нужно сделать имитацию как бы полой резинки то есть нам нужно сейчас я покажу на готовой юбки нам нужно сделать вот такую штучку полую да это тоже лицевая гладь в эту штучку во внутрь мы проденем резинку вот для того чтобы ее связать можно просто отсюда начать вязать лицевую гладь связать не 4 сантиметра а связать 8 сантиметров загнуть и вот здесь подшить либо крючком закрепить можно сделать цепочку из воздушных петель а можно сразу вот сейчас в одном ряду добавить петельки и сразу вязать полую резинку а в конце закрыть иголочкой ними чине вы делаете либо так как здесь у меня либо вяжите в два раза выше резинку загибайте и тут подшиваете но просто вариант 2 он более удобный боль не даже не более удобно более понятны а вот новый вариант я бы хотела вам показать просто чтоб как еще один один из способов вот мы снимаем кромочную петельку она у нас уже будет не кромочная а тоже рабочие и сразу добавляем одну петельку мы сейчас будем через каждую добавлять новую петлю добавляю я просто перекрученным накидом то есть я вот так наматываю ниточку на палец переворачиваю ее вот так чтобы она у меня была как бы скрестилась да вот наматываю на палец переворачиваю чтобы она не скрестилась надеваю на спицу и подтягиваю вот я добавила еще одну петельку дальше провязываю лицевую и снова добавляю на палец перекрутила на спицу лицевую и добавляю и так мне нужно добавить через каждую петельку то есть у нас раньше на спицах было 127 петель а теперь будет 127 плюс 127 в два раза больше и вот так по кругу уже теперь я набираю сейчас мы когда дойдем до вот этой части расскажу что же делать то там нам понадобится маркер кстати сейчас я его возьму какой мы возьмем маркер выберем по цвету такой чтобы был с длинненькой вот этот подойдет с длинненькой петелькой нам понадобится маркер чтобы отмечать начало ряда вот лицевую провязываем добавляем одну лицевую провязываем добавляем одну и вяжем так целиком нашу нашу юбку все наши петельки главное здесь хорошенько затягивать чтобы ничего не было слишком рыхло слабо потому что чем плотнее тут провяжите тем лучше будет внешний вид кстати можно даже взять спицы на вот как на резинку выбрали то есть на пол диаметра тоньше ой на пол миллиметра до тоньше чем наши рабочие спицы вот провязала я одну снова добавляю тут я решила добавить еще кусочек добавить чтобы было побольше чтобы круг был получше провязываю так провязываю я лицевую и добавляю то есть все кромочные у нас теперь уходят в работу у нас будет немножко больше петелек но ничего зато будет очень аккуратно и вот этот стык который из двух половинок состоит юбки где у вас шов тогда он будет очень аккуратно в общем я провязываю лицевую и добавляю этот ряд вяжем очень внимательно чтобы точно через каждую лицевую добавить петельки у нас должно получиться их ровно в два раза больше так этот момент понятен это у нас первый этап сейчас я прочитаю что вы пишете буду набирать и читать диет от начала я тебя смотри это я прочитал всем привет я пропустила какая тема эфира мы вяжем пояс у юбки так приветик сделать план вязания это гениально это я прочитала вот я очень рады вы например когда начинаете какой-то проект вы сразу полностью делаете расчеты на 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 всю ваши на все ваши изделия на все детали потом пишите план вязания с клеточками моими любимыми и вот этих ли вот этот план вязания с пи клеточками вы носите с собой вместе там с проектной сумкой вместе с вашим вязанием и вам не нужно листики с расчетами носить вам не нужно постоянно вспоминать что же там у вас дальше идет вот что же вам дальше нужно какие прибавки убавки у вас уже все записано и вы просто спокойно вяжите отключая голову помните как я вам говорила набираете скорость вот смотрите в конце у меня тут лицевая добавляю еще раз лицевая я еще раз добавляю и теперь это все нам нужно сомкнуть в круг вот для этого можно в принципе сейчас секунду девочки для себя это сделаю удобным способом так вот мы один рядок связали вот смотрите я это соединять в круг один рядок мы связали дальше у нас будет второй ряд но дело в том что полую резинку мы будем вязать сначала наши передние петельки которые будут смотреть на нас а затем следующем ряду мы будем вязать задние петельки которые мы только что набрали то есть у нас один ряд будет провязываться два раза поэтому я петельки набрала это у меня будет вот одна полосочка одна часть ряда и сейчас буду вязать задние петельки это вторая часть ряда поэтому я буду отмечать один ряд два раза у нас две стороны нашей полой резинки так я не успеваю не успеваете что именно половина интерсии идет тяжело и туго тоже боюсь не успеть но впереди у нас еще полторы недели я думаю что если вы ну как бы немножечко немножечко под добавите темп добавите темпа добавить количество часов для вязания то у вас все получится я вижу вот так видите способом манджи клуб у вас скорее всего все поместится на одни круговые спицы поэтому это вам будет не нужно что мы делаем в первом ряду в первом ряду петельки которые наши рабочие от юбки которые у нас виздались вот здесь ниже мы будем снимать вот у меня первая петелька мы ее снимаем тут кстати обязательно марки чтоб отметить начало ряда вот мы эту петельку снимаем а дальше ту которую мы только что набрали вот видно что она у нас набрана мы будем провязывать изнаночной петлей провязываем ее изнаночной так дальше следующую петельку снимаем а следующую провязываем изнаночной и следим внимательно снимаем эту петельку которая относится к нашей юбки сейчас в этом ряду вот у нас она идет ее хорошо видно мы ее снимаем а следующая у нас только что набранная вот и и мы провязываем изнаночной и так вяжем весь круг 1 снимаем 1 провязываем изнаночной 1 снимаем 1 провязываем изнаночной таким образом в первом случае в первом ряду мы провязали нашу переднюю половинку полой резинки а вот сейчас 2 от который я отметила в этой же клеточки мы провязываем петельки задней части нашей полой резинки вот вижу я этот ряд у меня тут ниточка расслаивается потому что уже вязаная перевязанная так снимаем кстати мы снимаем ее так от петельку чтобы нить рабочие у нас было за петлей но я думаю что это понятно нам нужно сохранить красоту с лицевой стороны поэтому никаких рабочих не так быть не должно все нитки прячем во внутрь полой резинки поэтому за лицевую петельку размещаем маки дальше продолжаем немножко смещаясь от камеры это прям слишком плохо я только домой пришла и сразу за юбку но не успеваю чуть я написала о продлении дз сейчас выходные буду наверстывать хорошо да кто не успой уже не так сняла нить за петлей кто не успевает что-то связать выполнить какие-то домашние задания пишите мне сразу новую дату например там я не успеваю выполнить домашнее задание номер 4 скину его к 10 апреля и все я буду у себя отмечать потому что мне девочки иногда пишут просто я не успеваю и что это значит мне страшно представить это вы в принципе не успеваете ли это вам нужно продать сроки она какой-то же на какое время короче пишем сразу конкретно так вот я провязываю дальше снимаю провязываю изнаночной снимаю вижу плотненько помним дождь что если мы будем вязать плотно во первых у нас и пояс будет аккуратный он будет хорошо держать форму и во вторых у нас резинка которую мы вставим во внутрь нашей юбки она болтается так раздражает она у нас не будет тоже выглядывать не будет светиться вообще в принципе резинку советую вам если вы будете ее вставлять в эту юбку в эту полную резинку советую вам подбирать под цвет вашей юбки вашей пряжи так связали тут перевернул это значит что если у вас светлые оттенки юбки то можно брать либо телесного цвета резинку либо белого цвета если у вас в юбке темные оттенки так тут я буду провязывать изнаночной то можно даже черную выбрать потому что есть разные цвета у этих резинок тут туговато сейчас я вот так поправлю и попробую ее поддеть так вот провязываю изнаночную дальше лицевую снимаю изнаночную провязываю читаю дальше что вы пишете хватило бы и полторы если бы не 10 тысяч раз распускала до распускали многие почему-то кто-то ошибся в расчетах бывало такой ну то есть не попал по размеру кто-то неправильно связал зигзаг какой-то совершил ошибку распустил кого-то пряжи не хватило и кто-то поменял местами цвета той пряжи которая больше вниз ее определил которой меньше посередине ну короче было такое но в целом работа идет я рада что вы не унываете многие уже связали уже и вытачки связали уже сидят ждут когда будет конец интенсива и вот ну то есть меня радует что процесс идет все в порядке не у всех конечно с первого раза получается но мы учимся и поэтому у нас сроки такие реальные за которые можно связать и не одну юбку я думаю что все кто у кого времени достаточно в принципе на вязание тот успеет связать все будет хорошо так сейчас вот смотрите наверное надо немножко этот маркер переместить на одну петельку потому что он все время болтается вот в конце мы провязываем изнаночную сейчас я провяжу еще вот у нас тут начало ряда я вешаю маркер и в этом начале рядом мы будем уже вязать следующий ряд я ставлю свою галочку в следующей клеточке то есть это мы уже второй ряд будет и здесь во втором ряду если мы первую палочку поставили мы провязываем петли рабочие петли нашей юбки переднюю часть нашей полой резинки а петельки которые позади которые мы набрали мы теперь будем снимать то есть вот у нас лицевая лицевую мы теперь провязываем лицевой а изнаночную которую мы провязывали в предыдущем ряду мы будем снимать но нить у нас теперь будет перед изнаночной просто для того чтобы она была внутри полой резинки сняли мы петельку дальше я сейчас тут поправлю свои спицы вот супер продолжаем вязать смотрите вот у меня идет лицевая рабочая петля моей юбки я провязываю лицевой а вот эту вот изнаночную я снимаю так чтоб нить у меня было перед изнаночной дальше лицевая изнаночную снимаю и снова вижу по кругу это я провязываю уже второй раз свою переднюю часть полной резинки первый раз я провязывала тогда петельки добавляла это уже второй раз и второй ряд мой вот второй ряд в клеточке всего мне нужно так 8 раз связать то есть по сути я свяжу 16 рядов потому что я вижу сначала одну часть резинки потом другую сначала переднюю часть потом заднюю но это получится именно 8 рядов по высоте то что нужно снимаю лицевой провязываю изнаночную снимаю лицевой провязываю некоторые у меня цепочки вот это будет мой порядок но я думаю что здесь понятно и мы вяжем столько рядов сколько у вас по расчетам там получилось если вы уже купили резиночку на юбку вообще супер вы можете примерно посмотреть какой пояс у вас должен быть он двойной получается уже вот прям чувствуется что поплотнее стало вязание и так у меня нитка заканчивается давайте я добавлю еще чуть-чуть провяжу и добавленного вижу . так тут у меня изнаночная поэтому изнаночную снимаю нить перед петлей дальше лицевая изнаночная вяжем плотненько повторюсь петельки хорошенько затягиваем стараемся чтобы они были аккуратные пояс должен у нас хорошо держать форму должен быть плотненький и выглядеть тоже должен хорошо особенно если вы будете что-то заправлять в юбку и носить юбку на талии то сразу будет бросаться в глаза верхнюю часть юбки так что вяжите аккуратно вот получается что наши лицевые рабочие петельки юбки впереди а петельки которые мы набрали они у нас позади но они тоже будут у нас лицевые вижу последний зигзаг думаю успеваю по графику ой супер падают меня ой саша в свитере из прошлого интенсива я не участвовал не смотрела на ю тубе точно верно так возьму новый клубочек и продолжим так тут у меня изнаночная снимаю лицевая почему мы вяжем по кругу пояс повторюсь чтобы у нас был аккуратный край чтоб нам не нужно было тут еще двойную эту резинку сшивать иначе будет совсем все накуплено ну я советую уже так более аккуратно более понятно все что можно вязать по кругу лучше вязать по кругу вот у меня маркер снова маркер снимаю теперь отмечаю вот так буду вязать вторую половинку своего второго ряда и это значит что сейчас я буду провязывать задние петельки которые находятся задней стороны внутри юбки а передние петельки буду снимать лицевую я снимаю помните нить у меня за петлю и рабочие а изнаночную провязываю изнаночной снова вяжу круг так давайте я вот эти кончики завяжу такие ниточки которые я добавляла вот так в поясе не делаем ни в коем случае пояс мы вяжем одним моточком выберите какой-то моточек побольше можно даже пояс сделать другим цветом предположим у вас там ну закончился верхний цвет но есть остаточки большие цвета который был посередине юбки вот вы можете связать пояс другим цветом он не обязательно должен быть таким каким вверх юбки вяжется и главное вязать все от одного матка чтоб никаких узлов пояс у нас должен быть идеально ровный потому что если вы вставите резинку и там еще где-то у вас встретиться узел то это будет очень заметно она будет таким бугром смотреться и в общем это неправильно неаккуратно вот изнаночную снимаю лицевую провязываю ой подождите я делаю неправильно девочки я заболталась мы изнаночные сейчас должны провязывать ой мамочки это я заболталась простите сейчас буду исправляться вы наверно мне там уже поправляете а я просто не читаю разошлась тяжело вязать и разговаривать это неправильно мне нужно изнаночные провязывать аж только что отметила где начала тут ошибаться начале ряда да короче весь ряд неправильно но бывает такое видите просто распускаем и перевязываем заново как видите я тоже могу ошибаться это не страшно не паникуйте если вы понимали себя на таком что вы вяжете неправильно просто продолжаете распускаете продолжаете вязать так лицевую мы снимаем у нас нить за петлей а изнаночную провязываем лицевой снимаю изнаночную провязываю вот теперь все четко во втором ряду когда мы уже изнаночные вяжем второй раз они будут у нас вязаться уже очень легко прям будет у вас спица проситься в эту изнаночную поэтому прям скорость наберете быстро первый ряд не всегда удобно вязать из-за наборного вот этого края с перекрученными накидами а второй прям вот как по маслу не забываем снимать нить за петлей а изнаночную провязываем и вяжем плотненько я уже много раз повторила но вот хочу чтоб вы прям это услышали что нужно вязать плотненько так ну вот у нас видите как бы в принципе тут ничего не меняется с этой стороны но если пальчиком потрогать то тут в два раза толще и вот наша изнаночная сторона петельки мы добавили и полая резинка у нас получается я первый раз в интенсиве впечатления позитивные виде работы других такой стимул продвигаться и работать над собой свою юбочку довязывая не интерсии были нюансы паника с ней на все обошлось жду юбочку твою женя помню ее прекрасно доброй ночи твой добрый вечер я опоздала а как резинку в полую ставить я обязательно покажу как ее вставлять наверное уже не знаю сейчас я просто не успею мне кажется связать обязательно покажу как закрыть петельки как вставить резинку вы можете даже сейчас петли закрыть реально и потом все равно мы сможем ее вставить так тут у меня сейчас будет вязаться изнаночная даже так то есть я бывало такое что сначала петли закрывала и только потом вставляла резинку можно немножко дырочку тут найти и в дырочку аккуратненько вставить но если резинку у вас толстая то тогда ждите я буду показывать как петельки эти закрыть аккуратно это будет в понедельник чтоб тоже уже сильно всех не торопите всех и так паника что я почти довязываю в эфирах прямых никто еще не довязал до вытачек вот поэтому про сильно не бежать впереди чтобы никого не пугать так тут у меня добавлялся новый моточек тоже стараюсь аккуратненько так лицевую снимаю изнаночную провязываем вы прям вот так сидите себе и про себя говорите лицевую снимаем эту провязываем чтоб не запутаться так изнаночную провязываем вот у нас маркер переставляю его со спицы на спицу и дальше у нас новый ряд вот снова я отмечаю свою клеточку следующую это значит что мы сейчас будем провязывать передние лицевые петельки лицевую провязываю изнаночную снимаю нить за нить перед петлей перед петлей у нас не должна находиться внутри пола резинки вяжется именно лицевой гладью резинка один на один некрасиво будет можете вязать 1 на 1 потом связать ее в два раза выше то есть не 8 рядов связать а 16 перевернуть ее и подшить с изнаночной стороны так тоже можно мне мама так вязала свою юбку потому что она ну как бы не смотрела не знала как это делаю я так тоже нормально но вот лицевой гладью сверху мне кажется смотрится аккуратнее потому что она такая плотненькая получается и юбка как завершенная что ли я не знаю но вид у нее как будто сверху вот напекает гладь юбки в гладь вот этой полной резинки очень классно смотрится поэтому я решила вам показать такой способ а как закроете вы это уже не имеет значения особого главное чтоб вам нравилось напомните мы сами себе дизайнеры мы сами выбираем какой у нас будет юбка иметь внешний вид это просто как вариант как аккуратней смотрится вот как вам больше нравится так и вяжите как как вам кажется как аккуратнее мне кажется аккуратно так как я сейчас делаю я хочу еще провязать хотя бы вот этот следующий рядок и потом покажу вам как петельки закрывать давайте наверное сегодня это все покажу а в понедельник покажу на своей юбке то что-то переживаешь что те кто не успели будут волноваться что я так быстро вперед уж ушла а те кто успели наоборот будут переживать что я не показала все до конца так изнаночную мы тут снимаю лицевую провязывание те внимательно слежу чтоб я нигде не ошиблась дальше резинка и так стягивает плюс внутри резинка зачем 11 но это для красоты на день на день тоже очень хорошо смотрится тоже как завершенный вариант к тому же если резинку один на один связать очень плотно чтоб так чтоб она держала хорошо форму она тоже еще будет вам талию сужать будет тоже служить дополнительной резинкой двойная у вас как бы получится резинка и резинка которую вы вставите вовнутрь и резинка которую вы свяжете вот у нас следующий рядок хочу вот еще чуть-чуть провязать потому что если сейчас буду закрывать то совсем ничего не видно маркер переснимаю теперь буду провязывать изнаночные петельки а лицевые снимать так чтобы не было за петлей саша можно добавлять петли из протяжки можно 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 добавляйте или в этом случае лучше так как вы показываете можно из протяжки у меня из протяжки получается слишком так тут мы лицевой снимаем да сейчас подождите я не могу разобраться на чем я тут закончила тут у меня изнаночная мы ее провязали лицевую я снимаю и где же моя следующая изнаночная вот она спряталась у меня получается слишком туго если я из протяжки начинаю добавлять петельку поэтому я более свободно делаю и добавляю петельку вот таким перекрученным накидом а в целом не имеет значения как вы тут добавить и можно добавить даже просто накидами будут такие дырочки это тоже будет неплохо это будет даже возможно красиво почему бы нет то есть как у 1 главное увеличить в два раза вот видите с изнаночной стороны у нас получается аккуратная тоже лицевая гладь и вообще ничего не заметно и в итоге вам тоже не нужно тут ничего подшивать то есть лишнее действие не делать просто сразу вяжите эту эту главное отмечать рядочки вот в этой табличке я теперь всегда так делаю по плану о я тоже так вижу девочки спасибо что вы мне доверяете это круто наверное такой способ лучше а то 1 будет слишком пухлый это тоже я бы не сказала что тоненький он тоже выглядит так пухловастенько но если плотненько вязать аккуратно особенно если у вас тоненькая пряжа то вообще супер будет будет почти незаметно так у нас еще есть время да я постараюсь побыстрее закончить чтобы показать вам как сшивать и именно как вставлять резиночку вот получается очень здорово с этой стороны просто лицевые ничего не происходит вот видите просто лицевые а с изнаночной стороны тоже лицевые но появляется двойная резинка здравствуйте здравствуйте какой красивый яркий маникюр спасибо да вяжем полую резинку спасибо девочки за комплименты может что-то пропустила пояс ведь надо вязать по кругу после того как сшили юбку я вижу пояс не после того как сшили до сшивания тоже не имеет значения как вы его будете вязать главное вот аккуратненько здесь подтягивать ниточки вот видите у меня тут получается две половинки и в целом незаметно что у меня тут какой-то переход все петельки ровненькие поэтому я вижу сразу чтобы уже всю юбку так я тут изнаночную провязываю чтоб все юбку уже потом закончить доделать если вам это неудобно неудобно вязать по кругу когда юбка еще не сшита тогда значит сначала нужно будет дождаться видео про сшивание урока и потом только связать пояс так тоже можно но как вам удобно но я тут не вижу никаких преград чтобы на данном этапе уже начать вязать по кругу какой солнечный маникюр спасибо ширину пояса считаю считали 4 сантиметра это под какую резинку тоже 4 нет это я рассказывала когда мы делали расчеты ширина резинки плюс 2 сантиметра чтобы наверх немножко было и на низ чтоб резинка у нас свободно вставилась и ничего нигде не передавливала чтоб не перетягивала петельки ну и вот я взяла для себя 4 сантиметра хотя у меня резинка будет тонкая потому что решила взять ту которая есть не заморачиваться не покупать новую юбка для меня так вот это новый ряд снимаю маркер и еще хочу провязать надеюсь провяжу быстро здесь мы лицевую провязываем а им дальше следующую петельку нить перед петлей лицевую провязываем перед изнаночной нить снимаю у меня уже мама на очереди ждет юбку себе но в другом цвете здорово мама у вас не вяжет вот моя мама уже связала себе юбку по нашим видео это круто конечно приятно вот давайте еще посмотрим уже хорошо видно в целом сюда уже можно какую-нибудь маленькую резиночку вставить вот наши лицевые петельки из изнанки тоже лицевые тоже аккуратно смотрится наш через так полная резинка и английская резинка это одно и то же нет это разные вещи вяжете словно машина еще и вижу на на столе руки неудобно вперед под носом у меня телефон поэтому скорость конечно неважно и путаются нитки петли все в кучу еще нужно следить чтобы я руки не убирала потому что я все время хочу их убрать ну вот видите у нас тут еще раз покажу тут у нас две половинки мы сразу начали вязать по кругу и на стыке ничего не видно все все аккуратно все четко поэтому повторюсь не вижу смысла сначала сшивать а потом вязать тут уже как кому удобно вторую половинку вяжем вяжу последний зигзаг подбираясь к вытачкам чувствую что запаздываю начинаю нервничать и путаться вы расслабьтесь ничего страшного даже если вы не успеете ничего плохого не случится всегда вы юбку сможете довязать и после интенсива вы ничего не проигрываете самое главное что у вас уже есть расчеты есть знания вы можете обратиться ко мне вы можете девочкам в чате написать вообще не ничего страшно если вы именно в интенсиве юбку не довяжите у нас тем более не соревнования кто свяжет первым мы вяжем в удовольствие расслаблена и с целью иметь юбку они с целью ну там я не знаю связать быстрее всех такой цели у вас быть не должно это вообще принципе неправильно мы соревнуемся сами с собой так готова и маркер сняла отмечаю еще рядок и теперь буду провязывать изнаночные куда он хочет у меня смотрите не хочет он лицевые снимаю изнаночные провязывать часто 3 doc свяжу и покажу как сшивать уже у нас такая резиночка более высокая получается и думаю что будет это как раз кстати саша этот интенсив сколько идет три недели лицевую снимаем три недели на юбку я отвела три недели на четыре недели тут нечего растягивать тут во первых и петель меньше чем в каком-то свитере или кардигане или платье во вторых работа не сложная совершенно лицевая гладь немножко тут интарсию мы получили но я не считаю что это что-то очень сложное так мое сообщение не прочитали я не увидела видимо не дошло такое бывает что инстаграм не все комментарии отображает я читаю все по порядку связано треть всей юбки постараюсь нагнать но ощущение что не успею 315 петель кайфует процесса вот вот это самое главное меня вот это больше всего радует вашим комментарии что вы кайфуете от процесса ради этого мы собирались в интенсиве чтобы научиться и получить удовольствие пообщаться с девочками вот как раз это все есть так чуть-чуть еще осталось у меня сейчас я довяжу и как раз будет наглядно хоть хоть вы увидите как это должно выглядеть может как раз этого вам хватит может быть такое например да что вы там отвели на резинку на пояс это 10 рядов связали 8 и вам нравится и больше вам не надо все останавливаемся и не вяжем вот что получается с лицевой стороны из изнаночной вот так видите тоже хорошая такая аккуратная лицевая гладь ничего не видно что мы тут что-то добавляли на самом деле у нас внутри пусто между этими двумя полосочками которые мы вяжем и туда мы как раз очень аккуратно вставим резиночку я последний зигзаг сейчас начну ура поздравляю это очень круто это очень круто это ощущение что скоро конец она потрясающая последний начала и пластилин захватил меня что за пластилин также резинку туда вставить сейчас будем вставлять не переживайте так я провязала лицевую мне нужно лицевую снять я только третий цвет ввожу это тоже хорошо значит процесс движется это тоже очень хороший результат я только начала сегодня но надеюсь вы успеете я еще не начинала впереди еще пол интенсива мне надо быстро связать первую чтобы начать вторую хотя бы так и я третий цвет только плане если вы вели третий цвет то это все это однозначно победа вы все успеете если только начали тут нужно ну немножко под напрячься постараться повязать почаще побольше саша какой солнечный маникюр у самой давно лежит желтенький лак но никак не решал сейчас заново вдохновилась спасибо вам большое также протяжка нити при переходе с ряда на ряд как вставить у нас там внутри пусто сейчас на данный момент и мы как раз туда будем вставлять резинку так вот связала я последнюю петельку можно маркер убрать здесь можно надеть вот так на спицу так подождите я запуталась сама да вот так можно надеть на спицу вот получилось непонятно что но из двух образцов вижу главное чтоб вам показать вот видите если это мы тут нитку до добавляли вот видите если вы свяжете пояс другим цветом тоже будет смотреться хорошо не обязательно тем цветом которым вязался последний зигзаг лицевая сторона у нас вот такая просто лицевые петельки изнаночная сторона вот тоже хорошо видно что были добавки но не очень гармонично смотрится и тут такая в два раза толще стал пояс но выглядит все очень аккуратно вот можете делать так если не хотите вязать два раза выше там например резинку потом загибайте подшивать можно и полную резинку вязать один на один резинкой с каждой стороны вязать не лицевыми а резинкой конечно можно если вам так нравится можете тоже вязать что тут у вас была резинка и тут резинка не просто гладь шов на юбке сзади после сшивается после резинки связаны но я сделаю это после если хотите сделать это да делайте да не имеет значения честно говоря тут нет какого-то супер-пупер правило так я тут наверное просто ниточку немножко отрежу чтоб удобнее было вам показывать дальше смотрите что мы делаем нам нужно отрезать очень длинную нить этой нитью мы будем полностью закрывать все петельки сшивать нашу эту резинку и нет ни у нас должна быть очень длинная чтобы ее хватило на весь ряд если нити на весь ряд не хватит то будет значит узелок узелок это очень плохо я честно говоря перестраховщицы я всегда отматываю очень очень много пусть ее будет больше чем нужно но чтоб у нас ее хватило как понять хватит ли нити вы можете взять крючок вы знаете сколько у вас тут петель сейчас все в плане есть и связать крючком просто цепочку из воздушных петель на вот это количество петель связали цепочку крючок желательно взять такого же диаметра как и ваши спицы цепочку это распустили еще добавьте там немножко сантиметров 50 на всякий случай и вот отрезайте вот этим вот всей длиной вашей ниточки вы сможете сшить полностью вашу полую резинку но если хотите я просто не это не делаю я просто побольше максимально много не знаю там метра два-три могу отмерить чтоб не вот прям точно хватило берем иглу которая вышиваете ваши вязаные изделия я люблю вот такую вот металлическую углу для вышивки лентами по моему и люблю потому что ушко большое сама металлическая хорошо скользит между петелек поэтому вот сшиваю ей в принципе вы можете взять любую другую которая вот вот такая например до пластмассовая тоже для сшивания трикотажных изделий нам не даже погнутая тут абсолютно какую хотите не имеет значения но не советую брать там какую-то потому что она очень острая вы можете не попасть так сейчас почитаю можно ли вязать нить спандекс и связать резинкой просто бед позору подворотов можно конечно да главное чтоб хорошо держала форму у вас это место без дополнительной резинки то есть просто со спандексом я запуталась с этим поясом и всех запутала саша ты молодец с твоими уроками многому научилась спасибо тебе не за что когда покажете как кончики прятать и убирать дырочку это на следующей неделе все будем делать уже буду показывать конкретно на своей юбке которая надеюсь успею связать будет резинка она у меня тут есть решила взять ее чтобы не покупать потолще главное чтобы эта резинка очень хорошо плотно растягивалась чтобы она не была такой знаете еле-еле хиленькой какой-то можно взять две такие например резинки если вы переживаете что одной будет мало мы отмеряем талию нашу ну вот предположим 63 сантиметра у меня талия но я отрезаю четко 63 сантиметра и потом когда я буду ее сшивать я вот сшиваю и вот так обычно вот так две половинки прикладываю хорошенько сшиваю то есть у меня убирается тут еще где-то сантиметре к 3 и в итоге получается 60 где-то так тогда она лучше сидит вот если прям по талии отрезать из зашивать то она может слишком свободно быть я все-таки немножечко немножечко с натяжкой вот нам нужно эту резинку вставить сюда во внутрь и сшить наши наши вот эту всю верхушечку если резинка вот такая тоненькая то советую вам сначала сшить а потом в любую дырочку вот взять какую-нибудь лицевую петельку здесь это сделать легко как у нас делали обычно мамы бабушки сейчас я поищу если у меня тут такая булавка вроде она у меня тут было рядышком она у меня просто единственная поэтому если я тут не значит она в другом месте булавочка моя тут я ее не могу найти в общем берем булавку да тут у меня одни маркеры берем булавку либо можно еще взять вот эту же самую иглу у нас иглой можно слишком сильно поранить ну то есть нитки будут ваши слишком растягиваться берем булавку булавку надеваем на резинку и вот так любую дырочку булавку вставили вот видите у меня тут в эту лицевую очень хорошо заходит эта резинка из вот уже она пошла у меня вот все даже булавку не надо на такое маленькое расстояние вот видите куда она мне уже дошла вставляем эту резинку в нашу полую резинку нигде ничего не видно резинка там внутри уже вставлена это я советую делать вот прям после того как вы уже все сошьете если у вас резинка совсем совсем толстая и вот эта часть тоже не такая высокая то вот во время сшивания советую вам ее туда вдевать вот мы например снимем петельки 2 ставили резиночку петельки назад надели и сейчас будем это дело сшивать и потихонечку вставлять это конечно сейчас нам будет мешать сшиванию поэтому я наверное уберу для начала но покажу как сшивать начинаем и сшивать всегда с изнаночной петельки то который у нас позади первым делом мы вставляем нашу иглу с нитью в изнаночную петельку слева направо вот так ставили затянули следующая часть что мы которую мы делаем вот так вот вытянули так чтобы у нас снизу была иголочка следующая часть которую мы делаем и ищем нашу лицевую петельку и ищем ее давайте я наверно чтобы вам было виднее вот так сделаю вот так и ищем ее левую часть вот левая часть этой петельки лицевой и ищем правую часть следующей лицевой петельки вот правая часть и мы вставляем нашу иглу вот так сначала за левую дужку хватаем а потом за правую дужку это у нас две лицевые которые находятся рядом с изнаночной это второй шаг вставили затянули и третий шаг мы снова вставляем в нашу изнаночную петельку иглу с ниткой но уже справа налево вот так я это вам показывала уже когда мы свитерок с веточным рукавом вязали тут подтягиваем я думаю что вы вспомните если непонятно можете еще то видео посмотреть дальше у нас теперь сняли кстати сняли все петельки со спицы вот точно так же у вас только что вот здесь была вставлена резиночка вы дальше вставляете следующую петельку свою резиночку и сшивайте эти петельки и так движетесь дальше но если резиночка не толстая и можно вот прям вдеть в одну петельку тогда просто резинку вставляем внут внутрь и продеваем по всей длине покажу я как это буду делать на своей юбке там будет более понятно снова у нас изнаночная петелька мы первым шагом вставляем иглу в изнаночную петлю слева направо ставили пока ничего не снимаем подтянули дальше ищем лицевые петельки которые находятся рядом с этой изнаночной вот лицевая и вот лицевая которую мы только что сняли со спицы мы обязательно продеваем иголочкой за левую дужку вот этой правой спицы вот она у нас видите хорошо ее тут видно мы сюда вставляем иголочку и за правую дужку следующей лицевой петельки которые еще на спицы это второй шаг подтягиваем здесь очень важно вот у вас ниточка идет очень важно подтянуть ниточку так чтобы она легла левее от уже вот этой новой петельки которые мы только что сделали если она вас ляжет вот так и вы ее затянете то не получится красивого края важно чтобы она ложилась вот прям рядышком вот видите это лицевая петелька она как бы начинает продлеваться дальше наверху и последний шаг это мы вставляем в изнаночную петлю уже справа налево нашу нить с иглой подтянули сняли две петельки снимаем всегда 2 и снимаем так чтобы у нас изнаночная была следующая вот снова изнаночная первый шаг слева направо вставили подтянули дальше цепляем 2 лицевые тут очень важно правильно найти лицевую дужку вот одна и вот вторая если вы вставите куда-то не туда у вас край не получится подтягиваем и подтягиваем так чтобы у нас были вот эти полосочки рядышком вот у нас продлевается лицевая и переходит дальше в лицевую гладь с изнаночной стороны и последний шаг мы продеваем в изнаночную петлю справа налево три шага давайте посмотрим подтянула я три шага вставляем в изнаночную дальше вставляем в 2 лицевые вот тут хорошо видно куда вставлять раз и два подтянули проверили так чтоб ниточка легла рядышком подтянули и третий шаг снова вставляем в изнаночную подтянули сняли дальше первый шаг в изнаночную второй шаг в лицевую ищем правильные дужки раз-два подтягиваем проверяем чтобы она легла рядышком вот так аккуратненько и в изнаночную это третий шаг сняли еще раз в изнаночную потом в 2 лицевые вот она моя лицевая вот я ее нахожу раз-два подтянули здесь подправили и в изнаночную подтянули сняли давайте посмотрим что получается вот у нас идут лицевые петельки дальше мы тут аккуратненько их сшили и они переходят в эти лицевые эта часть у меня полностью пустая сюда можно вставить резинку вы давайте ее постараемся сейчас как-нибудь вставить тут у меня тут растянутые дырочки такие из постараюсь вставить чтобы вам показать как это выглядит можно вот так по маленькому кусочку вставлять то есть чуть-чуть чуть-чуть закрыли петельки чуть-чуть вставили вот резинка у меня внутри с этой стороны ее не видно с этой стороны тоже она у меня находится внутри можно так потихоньку закрывать петельки и вставлять резинку так давайте почитаю что вы пишете если пояс по кругу значит молнии не будет да у меня не будет можно соединить в круг юбку еще до вывязывания пояса можно вот когда у вас однотонная лицевая гладь можно порекомендовала вас сегодня подружки она недавно начала вязать на результаты пока очень скромненькие спасибо юбку обязательно свяжу жаль что не получилось поучаствовать в интенсиве можно вопрос про вытачки у меня на вытачке 26 рядов и по расчетам надо убавить 14 петель в каждой вытачке лучше убавлять в каждом втором или третьем я бы в каждом третьем убавляла можно просто резинку один на один навязать в нее нитку резинку не потеряется юбка можно если будете взять очень плотно и хоро хорошая плотная будет резинка эластичная возможно после ваших уроков ю тубе или будущих интенсивов будут уже шедевры а я очень надеюсь передавайте привет ей так можно и в иголку ставите продеть можно да я вот в эту даже пробовала но когда завязывала узелок очень был тугой и плохо проходила всем спокойной ночи так никогда этот шов не получался то перетянутые петли то сильно свободные вот давайте еще покажу у нас тут совсем мало времени осталось но я еще переключу на следующий эфир вставляем главное тут затягивать петельки но не сильно прям вот не перетягивать вставили в изнаночную нашли лицевые петельки хочу немножко вам показать еще нашли лицевую одну вторую подтянули здесь подтянули так чтобы у нас вот эта часть петли аккуратная была и была такой же высоты как предыдущие все петельки вставили в изнаночную дальше снова изнаночная тут у нас смотрим вот так сделаю лицевая вот главное вставить в правильное место лицевая вот подтянули и в изнаночную вставляем готова сняли две петельки в изнаночную вставили дальше 2 лицевые вот одна душка вот 2 ставили резинка мешает подтянули и вставляем в изнаночную вот так продолжаем дальше вот у нас дальше получается можно эту резинку снова продевать до конца так у меня закончился эфир я наверное уже камеру переверну посмотрите что у меня получилось вот так выглядит наш край очень аккуратненько сейчас я еще постараюсь новый прямой эфир включить чтобы показать все-таки напоследок аккуратный получается край резинка действительно полая у нас здесь можно эту резинку уже вставлять либо вставить ее в конце и абсолютно незаметен переход вообще не видно что тут какие-то вы манипуляции делать с изнаночной стороны все выглядит вот так тоже очень аккуратненько тоже ничего не видно но внутри это самая эластичная резинка и в зависимости от того какую резинку вы отмеряете вот эту самую эластичную может быть вы совсем ее захотите по талии новость будет очень плотно то может туда же так аккуратненько присобираться вот это верхняя часть это же будет смотреться хорошо еще немножечко дошью вот капелечку эту резинку можно убрать капелечку дошью вставляю в изнаночную в 2 лицевые и снова в изнаночную сняла петельки вставляю в изнаночную в 2 лицевые самое важное правильно попасть в правильные лицевые и в изнаночную девочки если все понятно напишите мне все ли понятно так и будем заканчивать потому что уже пошли на второй круг так дальше изнаночная 2 лицевые изнаночная 2 лицевые 1 2 и изнаночная 2 петельки сняли изнаночная 2 лицевые изнаночная 2 петельки сняли изнаночная 2 лицевые следим за ниточкой и изнаночная ну вот что у нас получается вот так выглядит эта резинка сейчас я перемещу камеру с вами попрощаюсь и закончим так я вижу что вы пишете понятно 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 это супер я очень рада ну по сути по сути мы гладко так все готово по сути мы с вами юбку довязали у нас остается последние самые такие небольшие элементы типа там спрятать нитки сделать в этого этим всем мы будем заниматься на следующей неделе домашнее задание какое начать вязать ваш пояс либо и вы его уже закончите скинуть мне фотографию очень важно потому что ну это красота вашей юбки изнанка красота вашей юбки и аккуратность связанного пояса пояс у нас будет находиться на талии это место куда скорее всего будут чаще всего попадать глазами люди которых вы будете встречать вот оно должно быть все идеально аккуратно сделано так что присылайте мне фотографии если что-то будет у вас вам непонятно пишите если вам совершенно не подходит этот вариант это ничего страшного это неплохо это не ошибка вы делаете тот вариант который вам нравится либо там вяжите просто резинка один на один либо делайте такую же полую один на один с двух сторон ну либо вы можете связать в два раза выше подогнуть и там подшить или как-то подвязать в общем вариантов миллион как вы хотите сделать ваш конец так и делайте ну конец смысле окончания работы главное мне скинуть ваши результаты ну вот и результаты сегодня вот такие вот лицевая сторона еще раз покажу и вот изнаночную сторону мне кажется что очень аккуратненько я только недавно научилась так закрывать петли легко если разобраться до руки сами потом начинают работать и все в порядке красиво получилось молодец спасибо девочки никогда не любила потому что не понимала как закрывать иглу и саша так подробно все показывает объясняют и мне уже нравится спасибо пользуйтесь думаю у вас получится это самый крутой вариант спасибо девочки все будем прощаться мы с вами час 04 уже в эфире до понедельника жду ваши все домашки давайте там поскорее кто не начал начинайте кто только начал продолжаете чтобы вы уже за эти выходные успели сделать побольше у нас еще есть очень много дней еще 10 дней впереди за 10 дней можно связать три свитера это прям вот сто процентов я вам говорю а довязать юбку это совсем чуть-чуть к тому же помните что наши расчеты и образец и план вязания это уже 50 процентов успеха так что вы половину работы уже выполнили вам осталось только довязать давайте быстрее на следующей неделе разберем вот эти все оставшиеся моменты я расскажу о подарках которые вас ждут в конце интенсива у нас будет розыгрыш у нас 11 спонсоров в этот раз и будет 11 очень классных крутых подарков каких тоже расскажу вам ну честно говоря многие подарки прям совершенно новое что-то новое необычном нашем интенсиве чего еще не было есть очень много полезных подарков которые прямо для вязальщицы нужны так что думаю вам понравится и и уже не расслабляйтесь следующая неделя последняя поэтому за следующей неделе все все должны успеть так очень аккуратно александра вы мой учитель только с вами все получается спасибо спицы меньше берем размерами если у меня дива стретч можно же и без резинки я все равно резинку брата девочки потому что мне кажется что юбка должна сидеть уверенно на вас если она у вас течение дня начну сползать вниз это вас будет жутко бесить и юбка сразу превратится из любимой в нелюбимую поэтому мне кажется надо максимально хорошо крепко удержать ее наталью я все равно резинку вставляла вот а спицы ну смотрите да надо плотненько вязать если хотите возьмите спицы тоньше я вижу теми же спицами просто тоже стараюсь максимально плотно я наивно полагала что энтарсия это самое сложное нет энтарсия мне кажется вообще не легкотня не знал мне кажется это очень легко очень просто так спасибо спасибо все девочки давайте дерзайте я жду ваши домашки не падайте духом обязательно доделывайте все до конца жду 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 всех вас давайте подключайтесь будем вязать я сама еще не начинала так что буду с вами вместе наверстывать все упущенное совсем пока до понедельника